ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 12 сотых баллов в борьбе за лидерство спортсменки из Израиля. И несмотря на то, что последняя уронила ленту, золото все же присудили ей. Эта несправедливость омрачила все впечатления от игр целиком. Но несмотря на все, Россия оказалась в тройке лидеров в общем зачете, уступив лишь США и Китая. А в рейтинге по золотым медалям наша страна заняла пятое место после Китая, США, Японии и Великобритании. Наши спортсмены, не обращая внимания на палки в колеса, достойно выдержали все испытания и гордо прошли по стадиону в Токио. Алтайские спортсмены принесли российской сборной три медали – два серебра и одну бронзу. Для сравнения, такой же результат показала вся сборная Киргизии. Одну из серебряных медалей взял бейчанин Илья Скуркаев вместе со сборной по волейболу. Им удалось обыграть всех, кроме французов. А вот Ирине Андреевой, участнице турнира в гребле на байдарках-двойках, не повезло. Спортсменка осталась без медали. В паре с Олесей Ромасенко девушка заняла лишь восьмое место. Удача отвернулась и от Сергея Шубенкова. Он повредил ногу во время разминки, из-за чего выйти на старт в барьерном беге не смог. Ничего хорошего это отстроено. Разочарование самое главное я почувствовал. Все остальное – это мелочь. Однако, по словам тренера Сергея Клевцова, травма не столь серьезная. И принять участие в следующих играх Шубенков сможет. Все будет зависеть от мотивации самого спортсмена. Сразу две награды в копилку для сборной страны принес биски спортсмен Сергей Каменский. Сначала бронзу в паре с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. После получил серебро в стрельбе с малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров. Однако, после соревнований алтайский стрелок написал пост «Крик души об условиях тренировок в родном биске». Нет никаких специальных для олимпийца установок. Эти слова подтвердил и первый тренер спортсмена. Поэтому, приезжая в биск, он не делает ни одного выстрела, а просто работает на электронном тренажере скат. А реально, с пулькой, чтобы работать, это вот надо вот именно вот эти оскоры. К слову, по словам Каменского-старшего, чиновники после инцидента обратили таки внимание на материальную базу алтайских стрелков и обещали помочь. Если же все же возвращаться к биску и говорить о истории тренировочного процесса Сергея и его коллег, они занимали определенное помещение, которое уже не соответствовало. Подобрали новое в 2020 году, сделали ремонт, порядка 12 миллионов ушло. Создали, ну, скажем так, средние условия. На этом не будем останавливаться, будем двигаться дальше и в истории Сергея, и в истории других видов спорта. Участники Олимпиады, алтайские спортсмены надеются, что обещания чиновники выполнят, и к очередным престижным международным соревнованиям они будут готовиться в достойных условиях. Анна Рашагирова, Данил Захаров. День с толком.